Ветряная ОСПА, несмотря на такое пугающее название, к вирусу ОСПА никакого отношения не имеет. Ветрянку вызывает ДНК, содержащий вирус семейства Герпес вирусов. Она относится к нерегулируемым детским инфекциям, передается воздушно-капельным путем. Вот у нас в городе сейчас, по сравнению с предыдущими шести месяцами, у нас рост в три раза. То есть у нас в 2021 году было где-то 170 случаев заболеваний за первые шесть месяцев, в этом году уже где-то около 600. Почему это связано? Это обычное цикличное развитие данной инфекции. Есть цикл подъема, есть цикл спада. Так что речи об эпидемии ветрянки в Сарове нет. Болеют ей, как и всегда, в основном дети до 7 лет. К ним применяют все необходимые в этих случаях противоэпидемические меры. Ребенка, который контактировал с больным, сажают на карантин спустя 10 дней и держат дома до 21 дня после контакта. В саду, если пошла заболеваемость, также устанавливают карантин. По закону проводить все карантинные мероприятия могут только с детсадовцами. На школы это не распространяется. Если в школе ребенок заболел, больного, естественно, госпитализируют, и в школу он не ходит. А в законтактной в классе просто устанавливается наблюдение в течение 21 дня, даже если дети не болели витриной и усыпой. По санитарным правилам мы не имеем права снимать на карантин детей школьного возраста, то есть детей старше 7 лет. Заражаются ветрянкой один раз. Повторных случаев в нашем городе не зарегистрировано. Считается, что ветрянкой лучше переболеть до школы. Чем старше человек, тем тяжелее он ее переносит. От витряной оспы есть прививка, но она платная. В календарь профилактических прививок плановых вакцинация против оспы не введена. Витряной оспы я имею в виду, ну как таковой. И введена только в календарь по эпид-показаниям. При появлении симптомов в витрянке ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Обязательно обращайтесь к врачу. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.